Святитель Иоанн Златоуст В 41-й беседе на деяния святых апостолов говорит нам о гневе и памятозлобии Гневающиеся и неистующие от ярости хуже бесноватых как эти не узнают никого из присутствующих, так и тем при своем помраченном уме и извращенных очах они не различают ни друга, ни врага ни почетного человека, ни презренного но на всех смотрят одинаково можешь видеть, как они и трясутся так же, как бесноватые но они не падают же на землю зато душа их падает низко и лежит в трепете ибо если бы она стояла прямо то с ней было бы то же, что бывает и тогда подлинно не низкое ли и потерявшееся самосознанием душе свойственно то, что делают и говорят неистующие от ярости но есть еще и другой вид неистовства еще худший. Какой? Тот, когда не хотят оставить гнева но питают в себе пометозлобие как какого-то домашнего палача ибо самих же их первых мучит пометозлобие еще и здесь не говоря о будущем подумай, какое терпит мучение человек возмущенный душою каждый день помышляя о том как бы отомстить врагу прежде всего он мучит сам себя и томится, раздражается досадуя на само себя и разгорячаясь ибо точно огонь постоянно горит в тебе и когда горячка усиливается до такой степени ты не ослабляешь ее думаешь, как бы причинить какое зло другому а между тем терзаешь сам себя постоянно нося в себе сильный пламень не давая успокоиться душе своей постоянно свирепея подобно дикому зверю и содержа ум свой в тревоге и смятении что хуже этого неистовства всегда мучиться, раздражаться и воспламеняться ибо таковы души злопамятных они как скоро увидят того кому хотят отомстить то чажей выходят из себя услышат ли голос его падают и дрожат лежат ли на постели придумывают тысячи мучений как бы поразить и растерзать своего врага а если при этом увидят его благоденствующим о, какое для них наказание прости же другому проступать его и избавь себя от мучения для чего ты мучаешь себя непрестанно желая поразить и наказать его однажды для чего причиняешь самому себе болезнь изнурительную для чего продолжаешь гнев свой когда он готов прекратиться да не продолжится гнев наш даже до вечера говорит Павел Ефесянам 4 глава 26 стих ибо он как бы какая тля и моль подъедает корень нашей души для чего удерживаешь внутри себя дикого зверя лучше положить змею или ехидну на сердце нежели гнев и пометозлобия от тех скоро можно бы освободиться а этот останется постоянно вонзая свои зубы, впуская свой яд возбуждая злые помыслы я делаю это, скажет, для того, чтобы тот не стал смеяться надо мной не стал презирать меня жалкий и безрассудный человек ты не хочешь быть посмешищем для подобного тебе раба а подвергаешься неблаговолению своего владыки не хочешь быть в презрении уравного тебе раба а сам презираешь владыку не можешь снести презрение от человека а не подумаешь, чего ты прогневляешь Бога посмеиваясь над ним, пребрегаешь им не оказывая ему повиновения впрочем, никто не будет и смеяться над тобою это верно если станешь мстить, то возбудишь великий смех великое презрение ибо это дело малодушие если же простишь, то великое удивление ибо это дело великодушие но тот, скажешь ты, не узнает этого узнает Бог и воздаст тебе за то большую награду взаймы давайте, говорит Господь не ожидая ничего получить возврат Лука 6 глава 35 стих будем благодетельствовать тем, которые не чувствуют, что им благодетельствуют чтобы они не воздавали нам похвалы или чего-то другого и тем не уменьшали наши награды если ничего мы не получим от людей то тем более больше получим от Бога что смешнее, что грубее души непрестанно гневающейся и желающей мщения это женское и детское желание ибо как та гневается на бездушные вещи и пока хотя не топнет на пол ногой не оставляет своего гнева так и эти стараются отомстить своим оскорбителям и делают сосами достойными смеха ибо увлекаться гневом свойственно детям а преодолевать его дело мужа и так не будем мы в посмеянии когда окажем любомудрие, а они не покорятся страсти дело людей непрезренных а презираемым свойственно бояться смеха других до такой степени, чтобы из-за этого решиться покориться собственной страсти оскорблять Бога и мстить за себя это поистине достойно смеха будем же избегать этого пусть тот говорит, что он причинил нам тысячу зол а сам ничего не потерпел от нас пусть говорит, что если он еще поругается над нами так же не потерпит ничего если бы он захотел хвалить нас то не иначе стал бы проповедовать наши добродетели не иные стал бы употреблять слова как именно эти, которыми он думает унизить нас ой, если бы все говорили обо мне, что этот человек холодный и жалкий все оскорбляют его, а он терпит все нападают на него, а он не мстит за себя ой, если бы прибавили еще, что он даже и не может сделать этого хотя бы и хотел, дабы мне похвала была от Бога, а не от людей пусть говорят, что мы не мстим по трусости это нисколько не вредит нам Бог видит и уготавляет нам большее сокровище если бы мы стали смотреть на тех людей то лишились бы всего будем же смотреть не на то, что о нас говорят а на то, что нам должно делать будут смеяться надо мною, говоришь ты будут издеваться о безумии никто из оскорбивших меня, говоришь ты не будет смеяться надо мной, если я отомстил но потому ты и достоин посмеяния, что отомстил откуда явились эти слова постыдные и гибельные извращающие нашу жизнь и общество не прямо ли они направлены против Бога ибо что делает равным Богу, то есть не мстительность то считаешь ты и смешным не вправде ли смеяться над нами и мы сами, и язычники когда так говорим мы вопреки Богу посему увещеваю вас будем терпеливы дабы очистившись от этой гибельной страсти мы могли сподобиться Царствия Небесного Господу нашему слава во веки веков Аминь Добро пожаловать в Казахстан!